Девушки отдыхают Или двигатель прогресса Почему люди редко завидуют олигархам, а чаще соседям, родным и коллегам по работе Об этом мы сегодня и поговорим Еще раз добрый вечер Зависть это отвратительное, разрушающее человек изнутри чувства Завистливый человек никогда не будет счастлив Так считает моя гостья, заслуженная артистка России Лариса Гузеева Встречайте Здравствуйте Скажите, Лариса, зависть это норма все-таки или патология? Есть люди, которые тихо завидуют и разрушают сами себя, вот такой тихой зависти В принципе они ничего, они просто погибают от этого Они ничего не предпринимают А есть такие злые завистники, которые интригуют, которые сплетничают, которые хотят разрушить все вокруг себя Но мне кажется результат и тот и другой одинаковый Лариса, скажите пожалуйста, ну честно Ну Ну Кажется я зави... О! О! Послушайте, а как же? И у меня бывали такие приступы зависти, которые я не могла скрыть Я просто покрывала себя бордовым цветом Да ладно Зависти бордовым цветом? Я начинала считать отче наш Я старалась все это с себя сбросить Чему особенно завидуем? Вот было, например, вот одна артистка снялась в фильме там лет 15 назад Хотя мне казалось... Ну ладно, что я буду так крутить Вот Лена Яковлева снялась в Интердевочке Да Вот по тому времени мне казалось, что это абсолютно моя роль Вот что я бы это сделала, да Ну это актео Это другая Да, то есть это вот такое, да, 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 да Какая зависть страшнее, Лариса, мужская или женская? Ну я не была мужчиной, поэтому я не знаю, но женская зависть Ну вы же наблюдали, мы все наблюдаем разного рода зависти Ну мужчины более такие действенные Вот он завидует тебе и он сделает все, чтобы разрушить, допустим, твой бизнес А другие, например, могут разрушить семью А женские, то есть женская зависть, она такая, наверное, тоже, если женщина сильная, может разрушить Но в основном это, как говорит моя мама, комарийный укус в задницу советской власти Вроде она как бы тяф-тяф, а ничего не происходит, просто жалко ей становится и все Серьезно? Вы так думаете? Что женщины, они такие безобидные Нет, женщины не безобидные Но давайте мы говорим об умных Ну давайте об умных Давайте об умных говорить Она может разрушить, может разрушить карьеру своей, да, конкурент Ну да, объект зависти Абсолютно, увезти мужа, ну не знаю, что еще может быть страшнее Ну все, все что угодно, мой любимый Ну да, да То есть все-таки это отвратительное чувство с этим бороться, ее не бывает белой Нет, ее не бывает, а зависть одна Но я хочу сказать, что зависть это естественное чувство Вот меня не переубедите никогда, и чем больше человек себя бьет в грудь и говорит, что вот я абсолютно независливая Ну да, я тебе буду говорить про женщин, да, тем я больше сомневаюсь все-таки в том, что она вот такая как о себе говорит То есть мне кажется, вы в этот момент думаете, клейма на тебе нет? Нет, нет, я считаю, что зависть это люди хотя бы раз пять в своей жизни такое пережили Хорошо, у нас в зале гость, рок-музыкант Александр Минаев Александр считает, что зависть это наша боль от упущенных возможностей, и зависть заставляет человека двигаться вперед То есть практически двигатель прогресса В принципе, да, двигатель прогресса, потому что можно, скажем так, от зависти у соседа на даче дом спалить, а можно построить больше и выше этого дома Почему у нас чаще всего первый вариант? Ну это от лени, по большому счету, лень заработать денег, чтобы вложить, чтобы построить Ну вот я не стала бы национальность приписывать этому чувству А я не говорю национальность Вот я, например, была в Германии в этом году, довольно много времени там провела И немцы мне рассказывали, что более завистливых людей, чем немцы, и существует Я была в Польше, мне говорили, или там говорили, вот зависть это такая национальная черта Нет, это понятно, но это национальная черта у всех, я имею в виду нас, ну людей, в общем, здесь национальность ни при чем Особенно в нашем бизнесе Так что каждый завидует друг другу, вот я сижу, завидую молодому человеку, что он молодой человек А молодой человек смотрит на вас и думает Да, вот, да, вот, хэви метал, все дела Вы знаете, да что, зависть это просто родимая, это примета обществ западных, буржуазных, капиталистических и демократических Потому что вся культура запада поставлена на то, что и ты так сможешь Ты должен, я покупаю новую марку пылесоса не потому, что мне старый пылесос Я со старыми могу разобраться Абсолютно верно Я тоже могу себе позволить такой же пылесос, вот к примеру Ну я думаю, что это не та зависть, о которой было бы интересно нам сейчас Говорят, ну пылесос первым, да На западе, Лариса, на западе вы никогда Вот мы сейчас подбираемся к тензису, который я хочу сказать Вы никогда не услышите в детской, там, слушай Учись как Сережа Или ты должна вести себя как Татьяна Потому что с детства ты убиваешь индивидуальную модель поведения И люди с детства воспитаны на, в принципе, зависти чисто человеческой, индивидуальной Это у нас И у них отсутствует собственная модель поведения И поэтому мы вырастаем, завидуя друг другу Причем агрессивно и тупиково Знаете, я, наверное, вот должна быть благодарна своей родни, которые мне с детства, например, мама говорила, что я самая красивая Вот Что я самая талантливая Это правильная Это, в принципе, всем говорят И я, в общем, не думаю Всем своим детям Не думаю Я даже абсолютно уверена, что это не так Многие мне рассказывают, что по-другому И я выросла, вот, и доживу до сегодняшнего дня Абсолютно уверена, что я красивее многих Что я многих худее все равно, да Что я многих моложе Ну, поаплодируй Что есть Понимаете, потому что это, на самом деле, это вот такой спасательный круг Я, правда, всегда любила то, что у меня есть Или убеждали себя, правильно? Это правильно поставить? Да, я любила всегда Я считаю, что мои дети самые красивые Что у меня самый классный муж Поэтому никогда не буду их ругать Но вы летом завидуете Ларисе все равно Завидую Да, но от этого никуда не везут Бывают белые и черные зальча? Нет, конечно Она одного цвета по большому счету Потому что нельзя завидовать по-доброму Можно все время завидовать Завидуешь только от того, что сам этого не имеешь А когда хочется, а не можется Ну, какая тут белая зальча? Ну, подождите Ну, давайте подумаем Вот, например Мой случай Да, ну, не мой, скорее всего Но нашей профессии режиссерской Скажем, кто-то снял картину Ну, ты смотришь и думаешь Ёлки-палки Ну, так ли, я что же могу? Так Одно дело, если я завидую успеху И решил подменить копии Да, налить в негатив там какую-нибудь кислоту Какое-то о чем мы говорили Нет, это агрессия А бывает Вот я думаю, что такое белые и черные А второй говорит Одну секунду Ну, ничего непроходимого нету Я это могу сделать Спасибо за то, что ты мне подсказал Что я могу это сделать Нет, это называется А как это называется? Нет, это называется у вас характер Вы интеллигентный человек Вы не жлоб Поэтому вы посекундочку Я по-другому не представляю Это все равно зависть Я позавидовал Вы позавидовали Но по-хорошему Это вот самая настоящая зависть, на мой взгляд Которая двигает человечество вперед То, что я сделаю То же самое в следующий раз Но по-другому Но по-другому, да Это самое Но нет, у меня нет агрессии Нет, к человеку нет агрессии В принципе, и в других ситуациях не агрессивны Тигран Значит, вы и в других ситуациях не агрессивны Вы знаете, я вот здесь соглашусь Что если человек агрессивен по природе, по своей Но не только в этом чувстве будет Что бы он не делал, завидовал Или делал, может быть, на его взгляд что-то приятное Человеку это все равно будет с какой-то долей агрессии делаться С каким-то, может быть, даже насилием Даже если он не хочет, другой человек Он ему все равно будет делать приятное Потому что он так хочет Потому что если человек гад, он все равно будет гад во всем Он будет истязать свою жену по-жлобски завидовать будет, там разрушать, да, наказывать своих детей неправильно коверкать им жизнь, будет в конфликте с своими соседями всё время. А если человек интеллигентный и тихий, он тоже это переживает. Другое дело, что он это делает так очень интеллигентно, и это его подталкивает сделать что-то лучше и ярче. Ну да, так подложил свинью, но потихонечку. Да подождите, в том-то и дело, Саш. Я говорю о том, что нет мысли подкладывать свинью, потому что я с Ларисой абсолютно согласен. Зависть – это планетарное чувство. Оно у всех есть, это хоть раз, да, торкнуло каждого из нас. Да постоянно торкает, если честно говорить. Куда не посмотришь, всё время торкает. Ну как с этим бороться? Хорошо, как с этим бороться? У женщин есть одно – все перекроили себе лица, накачали, там помолодели. Потому что хочется, как соседка Маша, понимаешь? А толку-то? Нет, так вообще, в принципе, в зависти, что бы ты ни предпринимал, толка нет никакого. Стоп. Потому что пока ты караствуешься до того, что сделал твой человек, которому ты завидуешь, тот уже всё равно на ступень выше, понимаешь? Вы сами себе противоречите. Я противоречу. Потому что девочка Зося сделала себе ботокс, вколола во все места, губы и всё остальное, и скулы. Она сделала не потому, что она хочет походить на девушку Машу по лестничной клетке, соседку. Она хочет, может быть, просто выглядеть лучше. Ну, у неё такое превратное ощущение, что так она будет выглядеть лучше. Правда, после этого ботокса она стала похожа на Клавдию Семёновну. Да. Но не важно. Ну, это уже другой вопрос. И потом она начинает вставать подруг, которые этого не делали. А что ты себе не уберёшь мешки? Это да. А что ты себе не уберёшь? Понимаешь, они начинают свою компанию вот этих уродок. Ты что, ещё куришь? Я уже не курю два месяца. Да, да, да. Они начинают сетфек. Это как наркоманы, как алкоголики. Это всё производство, это всё равно один круг, понимаешь? Так зависть-то тут при чём? Потому что вот она сделала себе, изуродовала себе, а ты ещё нет. И она тебя начинает потихонечку подгонять к тому, чтобы... К тому же причём к хирургу косметическому, который её изуродовал. Здесь такая штука получается. Одна завидует то, что это уже сделала, а вторая завидует, что она ещё этого не сделала. Александр, вы вообще стали... Вы путаться стали в показаниях. Вы, конечно, я объясню. Потому что вы сказали, что зависть нас не двигает. И нам не двигает, а двигает... Нашу жизнь делает прогресс. Прогресс, да. Не отказывай. В чём пока? Вот я не понял. Вот вы завидуете кругом, вы говорите, каждый день много раз. Да, это заставляет меня каким-то боком, я не знаю уж каким... Парень попал ни за что не про что просто. Парень попал, ну здесь уж всё, вот здесь вот чёрная зависть наглухо. Беги, парень, беги. Здесь я ничего не могу сделать, и смысла ему гадость какую-то устраивать тоже не вижу. Вот. А если у меня есть возможность сделать лучше, ну я не говорю там испортить кому-то что-то, но сделать лучше, там я не знаю, записать песню качественнее, чем это записал какой-то другой коллектив. Но при этом же вы не обливаете ушатом помоев этого человека параллельно? Ну-ка честно в глаза. Я скажу такую вещь, шоу-бизнес это грязный бизнес, это известно всем. Если человек в этом шоу-бизнесе грязный... Саша, не надо обманывать людей. Я вас точно прошу, Саша. Разные есть, разные. И в кино есть разные люди. Абсолютно. Не надо вставать на одну подножечку со всеми этими псевдо-глянцевыми, желтоватыми изданиями, которые устроили уже в общественном сознании вот это такое клише. Шоу-бизнес это грязное дело. Грязным её делал этот бизнес любой. Я думаю, нечесть есть и среди учителей, и среди бухгалтеров. Абсолютно. Просто сфера бухгалтеров не интересует такое огромное количество людей. Продолжил свою мысль. Так вот, допустим, ну существует, естественно, конкуренция. Я завидую какому-то, я не знаю, коллективу, который сделал альбом лучше, чем у меня. Естественно, в узкой компании, когда всё это дело записывается, в коллективе, в нашем, мы, естественно, все перемывают друг другу кости. Это обычное дело, это даже в семье, на кухне все перемывают кости. Да, но вы же внутренне понимаете, что потрясающий диск сделали, ребята. Кто? Ребята? Группа там, Тейхзат. Да, они сделали хороший диск, лежит рядом мой. Вот мы слушаем, говорят, нет, у нас всё-таки лучше, там, а это, ну, ерунда полная, там, вот я бы это не делал так и сяк. Вот, да, это разговор... Это профессиональный разговор. Это профессиональный разговор, только из-за того, что зависть у нас, они смогли как-то его двинуть, да, а мы сидим со своим гениальным диском и не можем его продвинуть никаким образом. Нет, ну, смотрите, давайте берём другой пример. Дима Билан поехал на Евровидение с коньками, со скрипкой и, значит, вот получилось то, что получилось, да? Выиграл. Молодец. Теперь, вот мы сидим и обсуждаем, вот вы, рок-музыканты, к примеру, да, говорят, что? Вот он победил. Есть ощущение зависти не к победе, не на каком-то конкурсе, а именно к победе, к ощущению победы, что он стал символом для на короткий срок России. А почему? Ну, это было бы ненормально, если бы, скажем так. Нет, да. А попутно нет ощущения такого, что, да он полный пи, да он пи-пи-пи, да и пи, а мы пи, а он пи, вот этого нету когда друг с другом? Вот это я, нет, наверное, так. Ну, честно. Нет, наверное, так не скажу, потому что, если бы он был полный пи-пи-пи, всё-таки, наверное, туда бы не попал, это уж, если честно говоря. Вот, но, скажем так. То есть, начальник, всё-таки заслушиваетесь песнями Билана? Ну, в принципе, да, накрываясь одеялом и показывая... Чтобы не мешал никто. Никто, да. С этим куйном там, the purple, это наш. Конечно, слушаю, единственное, что только я не знаю, какую песню исполнял на Евровидении. И не разбираешься в его английском. Ну, нет, я не видел самого конкурса, я просто... Ну, хорошо, давай, всё-таки, мне кажется, мы немножечко дани туда. Нет, я именно говорю, разрушительное это чувство или нет, мы начинаем обливать. Нет, есть всё-таки зависть, которая зависть. А есть такое раздражение, когда думаешь, боже мой, я сейчас не провела... Так основа этого раздражения тоже зависть. Чего оно зависть? Вот просто нечисть такая на сцене, вот нечисть, и думаешь, что она несёт. Какой кошмар. Это же не зависть, это же раздражение. Но при этом она получает золотую турандот хрустальную, это треви... Ну, к слову, там, к примеру, горбуна из Ноттергама, там, я не знаю, золотого. И ты, конечно, думаешь, что это пройдёт, это вот это вот, это пройдёт. Ну, проходит одна нечисть, появляется другая нечисть. Нет. И ты сидишь всё равно в том. Это не называется зависть. Или это всё. И так зависть, я никого отношусь. Ларис, меня не интересует то, что они... Предметы, объекты человеческой зависти будут появляться всегда. И везде. Как мы с этим должны, или как вам кажется, Лариса, вот так я задал вопрос, как вам кажется, как вы с этим боретесь? Ну, кроме того, что вы пьёте антиаллергены, когда покрываетесь пульсовыми пятками. Нет, во-первых, я хочу сказать, я абсолютно уверена, что я очень неглупая женщина. Я в этом уверена... Это точно. В этом нельзя переубедить, да. Во-вторых, я уже сказала, я люблю то, что у меня есть, потому что всегда муж найдётся красивее, богаче и так далее. Но я точно знаю, что мы никто не знаем, что происходит там с закрытыми дверями. Абсолютно. Поэтому я абсолютно клянусь вам, я люблю свои дети, я никогда их не буду ругать, что они балбесы и так далее. Я никогда не буду с подругами за сигареткой перетирать, какой у меня урод муж. Никогда этого не сделаю, потому что я такую радость доставлю этим. Это вопрос достоинства. Поэтому я всегда говорю, да, но это классный вот такой спасательный круг. То есть ты всегда говоришь, что я лучше. А представляете, а у соседки там какая-то болезнь, не знаю, у неё там жуткие какие-то, не знаю, там ноги. Или там, ну всё равно в каждом из вас найдётся то, что у вас лучше, чем в том, кому вы завидите. С плохо скрываемой радостью вы сейчас произнесли. Ну, конечно. Понимаете? Потому что, как сказал гениальный Володин Александр, вот в пяти вечерах, да, старость, зависть старит, обиды дают тебе болезни. Нельзя обижаться, будешь болеть. Нельзя за это, что будешь стареть. Поэтому просто об этом нужно думать. А то, что не казните себя, то, что у вас бывают такие приступы зависти, это нормально. Ну, можно, кстати, из этого такой вывод сделать. Если бы не болеть и болезни там не приобретать и не стариться, тогда бы все бы жили вечно. Поэтому завидуют, получается, все. Конечно. Чуть ли не с самого начала жизни и до самого конца. Мы же не говорим, что мы такие пушистые, что у нас этого нет. Конечно, мы испытываем как. Тем более люди, которые работают, да, вот в нашем бизнесе. Ну, естественно, если бы вы, Тигран, там, молодым мальчиком не смотрели фильмы по видео и не хотели бы снимать, так как они здоровы, и не говорили там себе. О, я бы сейчас был бы нефтяник. Конечно, да. Понимаете, если бы... Я так им завидую, Марина. Если бы я, девочка с Урала, которая выросла там под Оренбургом, не завидовала Марине Ниеловой, для меня она была путеводная звезда, что вот... Так значит, белая зависть? Нет. Ну, какая она белая? Зависть, в принципе, двигает человека вперед. Значит, это толчок работе. Двигает человека вперед. Вы здесь, вы здесь. Другое дело, что... Завидую вам, что вы там, а я здесь. Да ладно? Да. Да подождите, будете и вы здесь. Ребят, другое дело, что нельзя так завидовать, чтобы сдохнуть, понимаешь, что они построили... Зачем сдохнуть? Она вышла замуж, замужем Семилиана Шелла, а не ты. Вот это, понимаешь? О, паракололись. Естественно, ну, конечно, когда мне было меньше, чем Наташа Андрейченко, и все говорили только о том, что она... Жуткие были в те времена, что она вышла замуж из-за такого краза, и каждая из нас, наверное, практически каждая, не отвечая за всех, думала. Ну, почему она? Понимаешь? А можно совет маленький, вот, женщинам, да? А значит, смотрите на Александру, половому признаку, может быть, и есть. Нет, я просто хочу сказать, это вас никого не касается, но это так распространено, я знаю, потому что у меня же много всяких подружек, приятельных. Вот я знаю одно то, что... Еще остались? Никогда своему мужу нельзя говорить, глядя на красивую, молодую и талантливую, что она БСС, что у нее там 150... А у мужа сразу глаз загорается. Никогда нельзя говорить про своих подруг, красивых и талантливых, что она вот на все эти буквы, и что я-то про нее знаю такое... Потому что это точно совершенно, муж на это именно обратит внимание, и кого-то обливая грязью от зависти, ты просто сдуваешься и превращаешься в такое черное чмо. Поэтому это вот мой совет. Сморченное черненькое чмо. Вот, во что вы все превращаетесь. Поэтому наоборот надо всегда говорить, она красивая, она талантливая, она успешная, она классная, тогда ты сама будешь вырастать, муж будет твой, или там возлюбленный думать, но ты-то лучше. Хорошо, а если при этом еще добавить, а я вот БСС и это... Подожди, подожди. Александр, скажите вы, совет женщинам я услышал, совет мужчинам. А, ну все-таки, наверное, стараться побороть лень, о которой я говорил в самом начале, то, что лень... Вот, надо давать развиваться своей завистью, чтобы она все-таки выталкивала людей именно наверх или вперед, ну кому куда нужно. Вот, вот такой совет, наверное. Это было мнение рок-музыканта Александра Минаева, спасибо. Лариса, ну, главное я, значит, понял, понял, вот главный рецепт от Ларисы Гузеевой. Если начал завидовать, или кто-то начал завидовать соседке, скажем, или кому-нибудь, говорит, вот у Люси фигура. Тут же надо вспомнить, но у нее зато левый глаз стеклянный. Или муж гуляет, понимаешь? Или муж гуляет. И вообще вчера, вот, то есть, вот, как компенсаторно, да? И тебя успокаивает. Вот как-то человек успокаивает это ощущение, что, да не все у нее, у Люськи-то хорошо. Нет, ну я бы как бы не стала... Да и у Ласьки не замечательно. Нет, я бы уже не стала так совсем-то, да, до уровня... Лариса, Лариса. Нет, нет, нет. Ну, это же ваше рецепт. Ну, нет, я читаю «Отче наш», я такая же, как все. Тихо, подождите. Естественно, у меня такой бывает гнев, думаю. Трестоносцы, знаете, сколько их порубали, пока до Иерусалима дошли? Нет, я говорю про ту зависть, которая съедает либо тебя, либо ты начинаешь есть того, кого завидуешь, понимаешь? Я все-таки, ну, не уродка, не старая, не бездарная, да? И потом, мне кажется, все, я успешная. Это медитация. Я же не работаю телефонисткой в Оренбургской области. А почему вы думаете, что телефонистка в Оренбургской области, это плохо? Я так считаю, что мне Бог так много дал. Ну, что я еще буду завидовать вашей жене, что она моложе к тебе. Я не буду продолжать этот разговор. Спасибо за то, что вы пришли к вам. Зависть унижает и ранит. Унижает того, кто завидует, и ранит того, кому завидует. Не надо обольщаться. Нет человека, который бы не завидовал ни разу и никому. Завидуешь, значит, живешь. Главное – осознать природу собственной зависти и двигаться вперед, к своему идеалу. Вообще, равная пропорция завистников и антизавистников внушает оптимизм. Их не так много, как могло быть. Интересно, что зависть – важнейший двигатель драматургии. Без зависти не было бы Гамлета Шекспира, Моцарта и Сальери Пушкина, Двенадцати стульев Ильфа и Петрова. Не было бы Девяти дней одного года Михаила Рома и талантливого мистера Рипли Энтони Менгелы. И многих других прекрасных слепков человеческих страстей, которые помогают посмотреть на себя со стороны. И все же лучше не завидовать. И тогда, возможно, наше завтра будет спокойнее, чем сегодня. С вами был Тигран Кеосаян. Увидимся.